Друзья, сегодня я расскажу вам одну очень интересную и поучительную историю, хотя, наверное, даже покажу. Не знаю даже, кому больше относится эта история к машине или к ее владельцу, хотя, наверное, туда и туда. И вас в том числе это касается, по той причине, что в такую ситуацию может попасть абсолютно каждый, если не обладать нужными знаниями. Началось все в 2019 году с приобретения нового замечательного автомобиля Haval H6. Ну, наверное, замечательного. За свои деньги, ну то есть за полтора миллиона рублей в полном фарше он выглядит довольно симпатично. Такой достаточно большой, высокий, относительно комфортный, с двигателем 1.5 turbo. Как говорят, это старый тойотовский мотор в новой оболочке. И звучит это довольно круто, ведь и тойотовские двигатели, особенно тех времен, служили очень долго. Но нужно понимать, что данный двигатель сделан уже не в Японии, а где-то китайцами и уже, скорее всего, со своими доработками. Это то же самое, что сделать пулю, скажем так, по полному подобию боевой, но при этом использовать не свинец, а какой-то другой материал. Пенопласт, там, пластик, ну или вы сами знаете, что еще можно использовать. Так вот, дальность и убойная сила такой пули, конечно же, будет зависеть от этого вещества, с которым она сделана. То же самое и с мотором. Тут вроде бы подобие тойотовского, но как и из чего она сделана, не совсем понятно. Однако, такие машины вроде бы как ездят и почти беспроблемно. Ну, наверное. В общем, на данной новой машине возник какой-то брак. И через 3000 километров она начала дергаться и подтраивать. Но так как она еще на гарантии, собственник, конечно же, поехал к дилеру и спросил, что это за хуйня. Ну, то есть, что-то в двигателе барахлит. На что получил ответ, дело в воде. Ну, то есть, он ездил по лужам или там какой-то конденсат, образовался в колодце свечей. И, соответственно, начало их пробивать и машина затраила. Они, в общем, все это дело почистили, промазали, продули и отправили его дальше ездить. Все было хорошо. Но после 3000 километров, точнее уже даже в 6000 километров возникла опять такая же проблема. Он снова поехал к дилеру и ему опять сказали, что дело в воде. Все почистили, продули и отправили его снова ездить. И тут собственник допустил небольшую ошибку, а точнее поставил газовое оборудование. Объяснив это тем, что на прошлой машине он ездил с газом, все было хорошо, экономия, все такое. Ну, а тут Хавейл опять затраил. Владелец, конечно же, в очередной раз поехал к дилеру. И, когда мастера открыли капот, сказали, опа, у вас тут газовое оборудование, из-за чего вы, собственно, скипятили двигатель и треснула головка. В итоге в третий цилиндр, точнее в колодец, начала попадать охлаждающая жидкость. И, соответственно, двигатель троит. Но, поскольку вы уже в него вмешались самостоятельно, с гарантией он снимается. Ну, не знал собственник таких нюансов, со всеми бывает. Однако дилер сделал такое заключение, даже не диагностируя двигатель. То есть, открыли капот, визуально глянули и все сразу же сказали. То есть, получается, они знали еще в первое обращение то, что у него трещина в головке. Но при этом ничего не говорили, так как пришлось бы делать все по гарантии. Ну, а сейчас уже можно рассказать, так как двигатель с гарантией-то снят. Просто шикарно. На этом данная история не заканчивается. Ведь машину-то нужно еще починить. Однако гарантия слетела. И официальный дилер сказал, что новая головка у них будет стоить 140 тысяч рублей. На что собственник послал их на три советские буквы и уехал. Ну, то есть, все обдумал, понял, что его хотят обмануть и поехал в другое место, чтобы найти ее дешевле. В итоге удалось найти такую головку за 30 тысяч рублей. Но поскольку с данным официалом подружиться не получилось, он поехал к другому, где благополучно согласились установить эту головку. Но там возникла другая проблема. У них не было в наличии прокладки ГБЦ. Владелец подумал, да ну из-за какой-то прокладки тормозить весь процесс. Несерьезно. В общем, поехал и купил новую. В общем, они все это дело собирают. И он уезжает счастливый, довольный. Но ненадолго. Немного позже началась течь охлаждающей жидкости. И как выяснилось, из-под прокладки ГБЦ. Собственник Хавейла, конечно же, опять поехал к официалам и сказал, как у ***. Ну то есть, почему после вашего ремонта началась такая неприятная проблема с течью охлаждающей жидкости? На что ему вежливо ответили. Вы же сами привезли прокладку ГБЦ. Они у нас купили. Соответственно, она и потекла. И гарантии на такой ремонт никакой нет. В итоге, собственно, немного расстроился. Но, к счастью, попал к нам с этой историей. В общем, не всегда можно надеяться на дилера. Если возникает вопрос о выборе моторного масла, то очень советую обратить внимание на Mobil Super 2000. Это относительно свежая линейка масел, которая появилась в июле прошлого года. Ну, точнее, с вязкостью 10W40 она уже давно появилась. Ну, а в том году вышла линейка таких доступных масел 5W30 и 5W40. Если помните, мы уже тестировали такое масло. И показатели были довольно хорошими. Да и кому мы его заливали, тоже все довольны. Так как зимой с таким маслом двигатель легко запускается. И нет никаких отложений. То есть, внутри мотор абсолютно чистый. Данное масло подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Знаю, что многие давно хотели попробовать бренд Mobil, но все откладывали из-за высокой цены. Так вот, данная линейка стала уже более доступная. Ну, а чтобы не попасть на поделку, делайте покупки только в рекомендованных точках продаж. Ссылку на них вы найдете в описании ролика. Ну, а еще проверяйте оригинальность, сканируя QR-код на этикетке. Там на сайте будет дана подробная инструкция. Сделав это, вы будете уверены и спокойны. Ведь Mobil делает все, чтобы обезопасить своих потребителей от покупки некачественного масла. Таким образом, именно мы начали ремонт и увидели много всего интересного. Во-первых, головка с задней части, где, собственно, возникла течь, была затянута хуже, чем с передней части. Не знаю, с чем это связано, но, скорее всего, мастера использовали старые вытянутые болты. И просто боялись потянуть резьбу. Ну, следующий момент в двигателе было не масло, а гуталиноподобная жидкость. Это с учетом того, что масло менялось каждые 10 тысяч. И, причем, в данный момент пробег всего 30 тысяч километров. Но, скорее всего, масло просто попадало в охлаждающую жидкость. И поэтому оно стало такое клейкое. Также, после поднятия головы, выяснилось, что прокладка немного деформирована. Как раз в тех местах, где была течь. Ну, а еще с нее прям клочками отвалился герметик. Может и на самом деле с этой прокладки что-то не так. Примерив голову, выяснилось, что проблем никаких нет. То есть, она вообще неуведенная. С блоком тоже все хорошо. Но тут возникает вопрос. Чего же тогда возникла течь? Неужели из-за плохой затяжки? Ну, или из-за вот такой вот деформации прокладки? Может быть, поэтому ее и не дотянули? В общем, все как следует зачистили. И нашли еще проблему. Ну, а точнее раковины на головке. Именно в тех местах, где гуляет антифриз. Поскольку была течь на протяжении длительного времени, собственник периодически доливал охлаждайку. И брал самую дешевую в супермаркете. Поскольку она все равно вытекает. В итоге вот так вот съела голову. Опять же, это случилось из-за того, что собственник слишком добрый и доверчивый. Ведь кто может знать, что в канистру с надписью антифриз могут заливать какую-то ху**у. Ну, то есть, заливать в эти канистры жидкость, которая не соответствует требованиям для охлаждения двигателя. И, кстати, многие попадают на такие уловки некачественных производителей. Причем не только с антифризом. Чтобы быстро понять, какой антифриз лучше не заливать, нужно просто проверить его на воспламенение. Ведь ту жидкость, которая горит, точно не стоит наливать. Так как это подделка антифриза. Подробнее об этом всем я уже рассказывал. Если что, смотрите на канале тест антифризов. Ну, а по поводу самого авто, вроде бы как все хорошо. То есть, ремонт пришел успешно и машина уехала. Кстати, собственник все-таки снял газовое оборудование. Так как в наше время выгодно его использовать только на коммерческом транспорте. Ну, а если вы приезжаете меньше 20 тысяч километров в год, то выгоды никакой не будет. Наоборот, даже получите убытки. Ведь газовое оборудование нужно еще дополнительно обслуживать. Да и поломок там бывает немало. Ну, а газ сейчас стоит ого-го. Да и расход у него значительно больше, чем у бензина. Вот такая вот необычная история. Я специально не называю имена и дилеров по той причине, что, возможно, это какой-то нестандартный случай. И тут не совсем понятно, кто прав, кто виноват. Но знать про это все должен каждый, чтобы не наступить на подобные грабли. Поэтому обязательно ставьте палец вверх, чтобы это видео лучше продвигалось. Ну, и поделитесь им с друзьями. Ну, либо просто разместите на своей странице. Таким образом, как можно больше людей будут знать о подобных ситуациях. Ну, а еще, возможно, дилеры будут опасаться от подобных отзывов о них. И, соответственно, будут вести немножечко другую политику. Поэтому обязательно нужно в этом поучаствовать. Ну, а еще напишите в комментариях свои ситуации, в которых вы также попадали на ремонт. И, возможно, это тоже будет многим полезно. Ну, а у меня на сегодня все. С вами, как обычно, был Денис Механик. Спасибо за внимание и пока.